Торговля и бизнес на Востоке всегда считались занятием престижным. Но, как я уже успел убедиться в своем первом фильме про Саудовскую Аравию, нормы ислама имеют влияние на все сферы жизнедеятельности в этой стране. И, конечно же, бизнес не исключение. Священная для мусульман книга Коран имеет прямой запрет на расставщичество и взимание процентов, а также, к примеру, продажу невыросшего зерна. Если вы предприниматель или в целом финансово грамотный человек, то вы задумаетесь, а как же банковский кредит для развития бизнеса? А как же фьючерсы? Меня зовут Виталий Чирясов, и сегодня я буду разбираться со всеми важными моментами, которые необходимо знать для ведения собственного бизнеса в Королевстве Саудовской Аравии. Поехали! Наше путешествие по королевству продолжается. На этот раз я узнаю, как мусульманские традиции уживаются с современными трендами рынка. Расскажу, в чем разница между кредитованием бизнеса для саудитов и иностранцев, а также о законах предпринимательской деятельности, которые помогут вам быстро войти на местный рынок. А еще вы узнаете про то, как можно и нельзя продвигаться в Саудовской Аравии и особых правилах шариатского маркетинга. Узнаем, как местная сфера развлечений уживается с тотальным запретом на продажу алкоголя и отсутствием ночных клубов. А также проведем эксперимент по оценке качества локальных услуг, чтобы оценить потенциал для предпринимателей. Если вас интересовала тема запуска своего дела в Саудовской Аравии, то этот выпуск специально для вас. О важности соблюдения законов шариата при торговле говорит все в этой стране, даже архитектура. За моей спиной вы видите площадь Аль-Саафа или площадь справедливости. Это обычная с виду площадь, в простонародье называется Чоп-Чоп, что в переводе с английского означает рубить или крошить. За кражу здесь, в соответствии с шариатским правом, может быть применено сечение руки, а за мошенничество и финансовые преступления предусмотрены поркоплетьми. Кстати, невозврат долгов или нарушение финансовых обязательств также может рассматриваться как экономическое преступление. Так что будьте уверены, мало кто из местных осмелится обмануть иностранных предпринимателей, которые приезжают делать бизнес в этой стране. Иначе рано или поздно вам придется увидеть их здесь. Естественно, при таких строгих наказаниях процесс регистрации бизнеса здесь тоже не такой уж и простой. Ведь банкам необходимо знать и быть уверенным в том, что их клиент завтра не окажется на том же самом Чоп-Чоп. Поэтому я решил приехать в банк и узнать, как работают они со своими международными и локальными клиентами. И банк я выбрал H-ASBC Сауди-Арабия. Перед тем, как пойти в банк в Саудовской Аравии, надо понимать, что в некоторых случаях для иностранных предпринимателей требуется сотрудничество с местными партнерами. Однако сейчас страна активно стимулирует внешние инвестиции. И для иностранных предпринимателей могут быть предложены различные программы и условия финансирования для поддержки инвестиционных проектов без привлечения местных. Итак, я возле здания банка. Разгар рабочего дня. Сейчас я зайду и поговорю с банкиром о процессе открытия банковского счета. И вообще, работают ли они с иностранцами, которые прилетают сюда, открывают локальный бизнес и работают на здешнем рынке и на международном. А если получится, то даже засниму на видео. Ну что, как и предполагалось, снимать, конечно, нам запретили, но мы так немножко подсняли. Что выяснил я? Приходить в отделение банка не нужно. Все делается онлайн. Список документов достаточно стандартный. Документы на компанию, подтверждение происхождения денежных средств. Обязательно должна быть локальная компания. На иностранное юрлицо невозможно открыть здесь счет. Ну что, поехали дальше. Просто пройтись по улицам Королевства и узнать все нюансы поведения бизнеса – это так себе идея. Поэтому я решил встретиться с экспертом поведения бизнеса в Саудовской Аравии. Знакомьтесь, Владислав Луценко. В прошлом Владислав управляющий, директор Российско-Саудовского делового совета. А сейчас Владислав постоянно находится здесь, периодически вылетает в Россию и помогает российскому русскоязычному бизнесу приземляться в Саудовской Аравии. Кстати, Владислав также организовывает бизнес-туры в эту страну. Правильно? Ну, скажем так, уже это не является каким-то массовым туром. То есть это услуги, связанные с тем, что конкретно какая-то компания ставит задачи, и задачи эти решаются. Прежде всего... Это точечные какие-то задачи. Да, да, да. Какая-то компания, например, хочет сюда зайти и понимает четко, что здесь для нее рынок существует. Поэтому, скажем так, можно создать ситуацию выбора партнера среди тех шейхов, которые специализируются на той или иной сфере. Заодно это и поверхностное изучение рынка, потому что в рамках поездки происходит приблизительно 10 встреч, и каждый партнер что-то говорит, какие-то есть пожелания, связанные с рынком. И бизнес понимает, что здесь происходит. А давно вы в этом регионе присутствуете? С чего все начиналось, в общем? Ну, для меня все началось с того, что когда я закончил институт и попал в Министерство иностранных дел, меня отправили именно сюда, в Ириат, работать дипломатом. В декабре 2000 года. Достаточно давно. Да, и страна очень сильно отличалась от той страны, где мы с вами сейчас находимся. Это кардинальные различия, и, конечно, очень интересно наблюдать эти метаморфозы. Но еще три года назад сюда просто так и не прилетишь. Было очень много ограничений. Сейчас многие из этих ограничений сняты, в первую очередь в части, касающейся женщин. Женщина теперь находится везде. Если раньше вы прилетали в Ириат и видели, что ставят штампы в паспорт только мужчины, на ресепшене в отеле стояли только мужчины. И вообще везде были только мужчины, то есть женщин не было. Сейчас мы видим женщин. Видите эту вывеску за моей спиной? Это вывеска женского фитнес-клуба. Для нас фитнес-клубы – это такое достаточно обычное явление, но для местных жителей это в новинку. К тому, как они появились здесь относительно недавно, только в октябре 2017 года. И местные фитнес-клубы – отличный пример, отражающий подход Саудовской Аравии к маркетингу. К какой наружной рекламе фитнес-клубов вы привыкли? Красивые и подтянутые женщины и мужчины на тренировках или в бассейне? На все здесь распространяются шариатские требования, а это значит, что в наружной рекламе вы не встретите полуобнаженных тел, как мужских, так и женских. Ну или намеков на романтику. Насколько вот часто попадались, знаете, такие ментальные недоразумения, когда вот ментальные преграды, они в принципе не давали возможность договориться о бизнесе? Ну, я понимаю, о чем вы говорите. Здесь скорее идет речь о том, что не всегда наши компании готовы работать здесь. Здесь наш бизнес думает, что их ждут с распростертыми объятиями, какие-то многомиллиарды инвестиций, и что любая компания может сюда приехать, и сразу же тут все пойдет. Это их только бизнес, как говорят саудовцы. Это ваш бизнес, вы приходите к нам в нашу страну, мы даем вам рынок, то есть деньги. Мы вам даем продажи, но вы должны инвестировать в себя, никто не будет ваш бизнес развивать. И без того, чтобы компания в себя инвестировала, тут совершенно невозможно какие-то дела вести. Это наш бизнес должен понимать. И надо сказать, что в последнее время российский бизнес очень ответственно к этому подходит, и многие понимают, что без открытия компании здесь делать нечего. Ну, по сути, это такая стратегия, когда если ты слаб, ты нам не нужен. Если тебе есть что предложить, приходи к нам, мы тебе создадим условия. Конечно, они отбирают лучшее, то, что есть в мире, из технологий, из продукции, из услуг, и, безусловно, им интересно получить то, что будет отвечать максимальному развитию Саудовской Аравии по тем или иным направлениям. И сферы совершенно разные. Это может быть и IT, и искусственный интеллект, это может быть стройка, стройматериалы, что особенно актуально сейчас. Это специальные строительные услуги, спецстрой, это медицина, ну, абсолютно все. О том, как разница в ментальности может влиять на бизнес, и что в королевстве Саудовской Аравии может быть непривычным для русскоязычных предпринимателей, я решил спросить у Сергея. Сергей переехал два года назад в Саудовскую Аравию, построил здесь два успешных проектора. А можешь рассказать немного о вашем бизнесе? Что это? Я знаю, что вы занимаетесь производством запасных частей для техники, и еще ремонтируете специфическую технику. Это автомобили-амфибии, подводные лодки для туристов и еще какую-то технику. Ну, у нас основной профиль это судоремонт, судостроение. Какие сложности, возможно, может их и не было, я не знаю, были на первом этапе? Ну, сложности было обосноваться здесь. Арабы, они сначала присматриваются к тебе долгое время, потом начинают с тобой уже разговаривать как со своим. Двигатель, как у Феррари. Все верно. На задней части автомобиля. Трансмиссия у нас идет от Порш. Вообще, это коллекционная машина. Baby Blue. Да. Ее зовут, я вам прочитал. Baby Blue C4. Она, по идее, должна стоять на выставке. Такие машины эксплуатируют, как лодку. Сергей, имея инженерный бэкграунд, приехал в Саудовскую Аравию два года назад. За это время ему удалось открыть здесь целых два успешных бизнеса, причем в очень непростых сферах. Первый – производство запчастей. И второй – ремонт и техническое обслуживание нестандартной техники. Туристические подводные лодки, катера с электрической силовой установкой и автомобили-амфибии. Автомобиль-амфибия, по всей видимости, популярная игрушка местных шейхов. Собирается на базе коллекционного авто. Если спустить такую машину на воду, то она превратится в катер, как в фильмах про Джеймса Бонда. Ну и, конечно же, нам захотелось познакомиться с этими транспортными средствами поближе. Я вот знаю, что многие российские компании рассматривают этот рынок. Как ты думаешь, почему они хотят сюда выйти? Ну, Саудовская Аравия, она недавно открылась для всех. И она не богата именно специалистами. Они сейчас привлекают специалистов, чтобы развивать свою страну. Она буквально в 2018 году открылась. И за эти 5 лет она очень колоссально изменилась. За счет вот иностранных специалистов. Вот, Сергей, за эти 2 года, в принципе, вы совместно с Али создали, ну, можно сказать, успешный бизнес, да? То есть, нападели на 2 части, понятно, одно производство, другое обслуживание. Какие бы ты дал советы и рекомендации, основанные на личном опыте, тем, кто только планирует сюда выходить? Не бояться делать первые шаги. Главное, хорошо просчитать, с кем работать, узнать человека побольше и желательно делать все это официально. Ну что, пробуем красотку? Да, с таким автомобилем мне еще не приходилось сидеть. И то, что водителям даже... Ой, сори. Даже пассажирам. Так. Что здесь за система? Завожу? Да. Увидимся, ребята! Для изучения потенциала сферы туризма я отправился в главный город-курорт страны город Джиду. Я уже был здесь и снимал первый фильм о королевстве. Кстати, кто не смотрел, вот по ссылочке проходите, думаю, вам понравится. Но если в первый раз мы снимали больше про город, то сегодня я прилетел сюда, чтобы понять возможности для бизнеса в этой локации. А они здесь имеют место. Просто посудите, на 1 декабря 2023 года средняя зарплата в Джиде составляет порядка 4000 долларов США. В крупных предприятиях в Джиде численностью от 250 человек зарплата составляет больше 5500 долларов. Поэтому показатель у Джида сравнима с Лондоном, но пока серьезно уступает своему сопернику и соседу Дубаю. Во-первых, разберемся, почему Джида стала привлекательным местом для огромного количества туристов. Ведь туристический сектор – это огромный потенциал для развития экономики региона. На самом деле все просто. Это проект курорта «Красное море», о котором мы говорили ранее. Куда, кстати, вложился даже Ричард Брэнсон. Наверняка вы такого знаете. Чтобы вы понимали масштабы. Курорт будет соединять 50 островов на 200-километровом прибрежном участке. Его расположение идеально для гостей из Азии, Африки и Европы. Планируется, что курорт будет привлекать свыше 250 миллионов человек ежегодно, которые живут в пределах трехчасового перелета. Делаем очевидный вывод. А если с каждого из них местная казна получит хотя бы по одному доллару? Тогда все затраты на строительство окупятся буквально за 5 лет. Представьте себе 250 миллионов туристов в год. Это огромное количество людей, которые будут прилетать сюда и пользоваться различными услугами, покупать различные продукты. Будут арендовать автомобиль, ходить в ресторан, в кофейню, в барбершоп, пользоваться услугами оператора мобильной связи. И все они, конечно, будут искать лучший продукт. А что делает любой продукт и сервис лучшим? Конечно, конкуренция. Я решил походить по заведениям и посмотреть, насколько их продукты конкурентоспособны. Я буду оценивать сам продукт, качество сервиса, ну и, конечно же, цены. Погнали! Перед тем, как вы увидите результаты моего челленджа, хочу вас сразу предупредить, что мое посещение тех или иных мест не несет рекламный характер. Моей целью было понять уровень сферы услуг и товарного бизнеса в GD и честно поделиться результатами со своими зрителями. Правила очень просты. Я буду выступать в роли обычного клиента, воспользуюсь услугой или товаром и оценю уровень ассортимента, сервиса и качество продукта. Мой выбор в пользу кофейни для проведения челленджа объясняется весьма просто. Каждый день в мире открывается новых 500 кофейн, что подтверждает спрос на кофе, ну и на эту бизнес-нишу среди предпринимателей. Доходность, кстати, в ней доходит до 50% и зависит, конечно, от способностей предпринимателя, но и от выстроенных процессов. Сейчас проверим, как эти процессы выстроены здесь. За американо я заплатил 15 реала, это примерно 4 доллара. Цена, в принципе, недорогая, очень демократичная. Аромат, конечно, божественный, очень люблю запах кофе. Сейчас попробую на вкус. Вкус примерно на 6 долларов. В принципе, очень достойный кофе, точно стоит своей цены. Заведение, в принципе, достаточно приличное. Ценник соответствует качеству продукта и сервиса, который здесь предоставлен. Есть стойка самообслуживания. Концепт очень похож на Starbucks, но помимо этого, также есть официанты, которые приходят, что-то убирают, спрашивают. Все достаточно вежливые. В целом, ниша интересная, и несмотря на наличие подобных заведений, я уверен, что есть место и чему-то новому. Особенно учитывая то, что этот бизнес достаточно высоко маржинальный. Среди списка моих деловых контактов есть предприниматели, которые ведут бизнес в бьюти-сфере. Я знаю, какие там могут быть сложности, и знаю, насколько эта сфера может быть прибыльна. Живя в Дубае 6 лет, я с трудом нашел своего барбера, но все-таки нашел. Я знаю, что русские специалисты, специалисты из Казахстана, в том числе хорошие барберы, очень ценятся по всему миру, потому что они классно выполняют свою работу. Как эта сфера работает здесь, я решил проверить на собственном опыте. Сейчас посмотрим. Ну, получилось вполне себе ничего, симпатично. Немного короче, чем обычно я стригусь, но в целом очень хорошо. За 217 реал, это примерно 60 долларов, меня подстригли, уложили бороду, наложили маску на лицо, сделали полноценный массаж шеи, спины, рук, запястья, что очень круто, я вам скажу. Кстати, собственник этого барбершопа турок, и работают здесь также турки, так что у турков точно есть чему поучиться. Однако, когда я искал барбершоп, я не мог выбрать между несколькими сегментами. Я не увидел, что здесь представлен масс-маркет, премиум-сегмент, так что это то, над чем точно стоит подумать, если вы развиваете бизнес в бьюти-индустрии и планируете выходить на рынок Саудовской Аравии. Саудовская Аравия все сферы жизни, и бизнес не исключение, начиная от маркетинга и заканчивая бизнес деловым этикетом. Если вас это не пугает, и вы готовы с этим работать, то добро пожаловать в Саудовскую Аравию. Из перспективных ниш я бы выделил все, что связано с легкой тяжелой промышленностью, производством B2B и B2C сервисы, если говорить про B2C, это сфера бьюти, салона красоты, барбершопы для мужчин, воспиталити. С ростом туристического потока, безусловно, откроются возможности для сетевых кофейн, для ресторанов с мишленовскими звездами. Саудовская Аравия – это бурно развивающаяся страна, которая имеет фантастические планы, 28 гига и мега проектов, и каждую неделю, опять же, прибавляется какой-то новый проект. И, конечно, наш бизнес понимает, изучает рынок, понимает, где можно найти для себя сбыт своих услуг. И Саудовская Аравия – одно из тех мест в мире, где действительно наши компании имеют большие шансы заработать хорошие деньги. Поэтому наш бизнес по самым совершенно разным сферам сейчас очень активно заходит и осваивает Саудовский рынок. До посещения Саудовской Аравии, хотя я уже много лет живу в Дубае, я предполагал, что исламские догмы и нормы, они немножко строгие и могут потенциально как-то влиять на бизнес. Но я рад, что я ошибался. На самом деле здесь огромный потенциал для развития различных проектов в различных нишах, огромный потенциал для предпринимателей и бизнесменов. Емкость рынка просто колоссальная. Сейчас они находятся на такой, знаете, начальной стадии, когда можно зайти, что-то здесь создать, построить какую-то успешную бизнес-историю. Чем-то напоминает Дубай, когда много лет назад они начали менять свой бренд, свой облик на международной арене. То же самое сейчас происходит здесь, в Саудовской Аравии. Я надеюсь, что это видео понравилось всем предпринимателям, бизнесменам и вообще всем тем, кто готов выходить за пределы, расширять свои границы. С вами Виталий Чарясов, видеоканал «Бизнес без границ». Если вам зашло и понравилось это видео, пожалуйста, отметьте лайком и комментарием под видео. До встречи в новых выпусках. Пока! Субтитры подогнал «Симон»